девчонки всем всем огромнейший приветик и сегодня ко мне пришла модель вот с такими вот ручками здесь полки лак и работа другого мастера ну и конечно необходимо все дело это снять поэтому я беру керамическую фрезу синей насечкой и включаю аппарат на 20-25 тысяч оборотов на форварде аккуратненько снимаю сверху вниз старый материал хотя в принципе там были такие отслойки то что материал сам отслаивался и отскакивал и да девчонки этот ролик я тоже сделала без ускорения мы решили делать наращивание поэтому я убираю полностью свободный край оставляю не больше не больше трех миллиметров ну и чтобы ноготь носился хорошо я шлифую его поверхность так сделала со всеми ноготочками и перехожу к маникюру пушером приподнимаю кутикулу хорошенечко отодвигаю и чтобы фреза нигде там в птереке не запуталась ну и как вы все знаете маникюр я делаю в 90 процентах случаев на реверсе поэтому слева направо стежковыми движениями я начинаю вычищать птереки от синусов спускаюсь в пазухе также немножечко прохожусь там и убираю шлифую боковые валики все то же самое дело на других ноготочках от левого синуса я вычищаю птереки к правому перехожу к пазухам и шлифую боковые валики для удобного среза я немножечко выворачиваю кутикулу то есть иду против реверса когда я поднимаю кутикулу мне всегда лучше видно хорошо ли я там вычистила или нет ну и как я поняла что вроде бы все неплохо и я беру щетку и хорошенечко счищаю пыль из-под кутикулы я работаю кусачками у меня метки на 6 миллиметров и сталикс на 9 миллиметров есть но это к сожалению из к сожалению не помню какая фирма но неважно я стараюсь аккуратненько тоненькая колбасочка срезать кутикулу чтобы в дальнейшем мне не приходилось проходить еще раз аппаратом и потом еще раз кусачками также если вы срежете кутикулу аккуратненько то не будет никаких ворсинок торчать из-под кутикулы ну и после маникюра я хорошенечко обезжириваю ногти для обезжиривания я пользуюсь спиртом так как на обезжириватель у меня аллергия ну и для лучшей сцепки я наношу ультрабонд ну и как вы поняли в этом ролике мы будем разыгрывать купон от эльпазы эти гели тоже с сайта эльпаза shop я хочу вам просто показать как я ими работаю с правой стороны гель камуфлирующий самовыравнивающийся а с левой стороны гель желе вот как раз таки с желе я работаю очень редко но мне было это безумно интересно ну и как многие знают то что я всегда при любых обстоятельствах какой бы гель не был я наношу тонким втирающим слоем базу от гель-лака ну и конечно же не забываю хорошенечко ее просушить база от гель-лака хорошо сцепляет гель и родной ноготь формами я пользуюсь самыми недорогими узкими золотыми стараюсь максимально ровно подогнать и подставить форму под ноготь смотрю чтобы все уголки ногтя были на форме если они не будут на форме это тоже в принципе не страшно потому что я буду зажимать подложку я решила делать сегодня гелем желе он можно сказать не очень хорошо тянется за кисточкой и не распределяется сказать правильно по ноготочку он не течет то есть вообще неподвижность кисточки не падает поэтому спокойно можно сделать 5 ногтей главное на этом этапе чтобы полностью родного ноготочка свободный край был погружен в гель также если мы делаем форму квадрат не забывайте про уголочки чтобы ногти смотрелись не лопатами и визуально очень красивыми я обязательно зажимаю меня удивил очень этот гель потому что в принципе очень очень даже хорошо зажался и да это обратный пинцет купить можно в любом ногтевом далее я снимаю формы зажимаю еще раз и отправляю досушиваться в лампу далее я беру уже другую форму и аккуратно подставляю под средний ноготочек гель очень неохотно идет за кисточкой поэтому круговыми движениями именно капельку тяну стараюсь распределить наш новый свободный край кстати в принципе этим же гелем можно было сразу выстроить архитектуру ну и после полной просушки я поняла то что ногти ну очень длинные и взяла фрезу той же самой которой снимала старый материал и аккуратненько спиливаю свободный край заметьте чтобы было удобнее и я не пропилила лишнего у меня опора на мизинчик но и все подложка у нас готова поэтому я открываю следующий гель и начинаю наносить его на наш ноготь гель тоже фирма эльпаза покупалась на эльпазе shop цвет rose ставлю капельку в центр возле кутикулы и растягиваю по всему ноготочку как вы уже поняли по описанию ролика мне сейчас уже не важна гладкость и ровность поверхности в данном случае я строю высоту чтобы у нас ноготочки все были одинаковыми далее я буду пилить гель достаточно густенький для начинающего мастера будет очень комфортно работать и еще огромнейший плюс этого геля он вообще не печет в лампе ну в отличие от силкара например чтобы гель удобнее распределялся я беру капельку и круговыми движениями можно сказать я подтягиваю эту каплю на ноготочек я не нажимаю опять же повторюсь то что я не стремлюсь сейчас за ровностью потому что в дальнейшем я буду пилить наши ногти сейчас же я достраиваю там где не выстрела при подложке то есть ровняю именно боковые параллели именно высоту апекс но наверное плюс в этом ролике то что вы можете все увидеть своими глазами без ускорения вот что у нас получилось после просушки ногти да они в принципе с бликами но они безумно кривые этот момент я тоже решила не ускорять и показать как я пилю сначала я начинаю со свободного края далее уже перехожу к боковым параллелям то есть я ровняю делаю чтобы как бы от синуса до свободного края ноготь был ровным также ровняю нижние параллели ну или как там называется я честно не сильно вот в правильных словах дальше я переворачиваю пальчик клиента и шлифую также боковые наши стороны в квадрате в мягком квадрате главное чтобы все было одинаковое с двух сторон толщину сейчас я трогать не буду мне необходимо то чтобы ногти были на одной высоте но и далее я перевернула пилочку на мягкую сторону и начала шлифовать поверхность на этом этапе главное не перепилить а просто сделать ноготочек ровным когда я интенсивно и быстро пилю у меня сглаживается вся поверхность гель достаточно мягенький в опиле сильные пыли нету поэтому очень хорошо делается гладким вот что в итоге у нас вышло после опила но как вы можете заметить торцы у нас безумно толстые поэтому я беру керамическую фрезу тонкую для выпиливания она у меня с синей насечкой выпиливать толщину можно таким образом но не очень таки комфортно поэтому я переворачиваю ручку клиента и убираю толщину и обязательно ровняю под ногтем чтобы не сбивалась грязь после того как мы выпиливали толщину можно пройтись небольшим количеством топом фреза кстати достаточно мягкая хоть и синей насечкой если вы попадете клиенту на подушечку то он даже не почувствует жжения но советую всегда новые фрезы проверять только на себе если вы не пробовали например раньше их толщина свободного края нарощенных ногтей не должна превышать толщины кредитной карточки ну как я слышала далее я убрала полностью пыль и хорошенечко обезжирила наши ногти когда мы пилили кутикула уже спустилась можно сказать на ноготь поэтому я еще раз ее приподнимаю и вычищаю остатки пыли из-за этого честно говоря я не очень таки люблю пилить сегодня мы будем покрывать ногти гель-лаком от global fashion номер семь он у меня тоже шел заказе вместе с гелями цвет безумно плотные но мне кажется со всеми красными гель-лаками проблем вообще нет его кстати можно было нанести всего лишь в один слой но так как мы пилили все таки я нанесла 2 дизайн у нас сегодня будет фольгированный вот такие хлопушки они крепятся на липкий слой от гель-лака вот кстати да это единственный момент где я ускорила ролик иначе было бы это очень долго потому что на губку очень плохо вот эта фольга крепится лучше всего использовать кисть и после того как я сделала второй слой я беру финиш от гель-лака без липкого слоя фирмы эльпаза и аккуратненько наношу на ноготь но и все девчонки давайте поговорим немножко о конкурсе главный выигрыш будет купон на 500 рублей а условия розыгрыша очень простые обязательно быть подписанным на мой канал подписаться на группу вконтакте эльпаза shop сделать репост этого ролика в контакт ну и конечно же скинуть вашу страницу в к в комментариях и девочки главное заметьте чтобы ваша страница вконтакте было открыто на время проведения этого конкурса это мне необходимо чтобы я через 10 дней зашла к вам на страницу и проверила все условия розыгрыша ну и для всех приятный бонус до 31 августа 10 процентов по слову омарова так что девчонки участвуйте всем желаю огромнейшей удачи ну и конечно всем огромнейшее спасибо за просмотр поставьте обязательно лайк этому видео подпишитесь на мой канал и всех люблю всем пока пока